Привет друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Я расскажу вам историю, которая случилась со мной недавно. В них пойдет речь об очень нехорошей вещи, которую сделал для меня близкий мне человек. И произошло все это в доме, где я сейчас живу. В этом доме я живу недавно. Переехала сюда, когда устроилась на работу и решила найти квартиру поближе к ней. Квартира у меня однокомнатная, и здесь я живу одна. А больше мне не надо, ведь я и так больше времени провожу на работе. Гостей я сюда не привожу, ведь друзей у меня очень мало, и большинство из них за рубежом. И приезжают они раз в год. Как-то возвращаясь с работы домой, я решила проверить свой почтовый ящик. Там как раз должны были прийти счета за свет, газ, воду и интернет. Как обычно, там были какие-то брошюры, флайеры, а иногда агитационные газеты. Зайдя в подъезд, я поздоровалась с бабушкой из соседней квартиры, которая тоже как раз проверила почтовый ящик и поднималась к себе в квартиру. Открыв его, я между счетами и газетами увидела пачку денег. Сначала я подумала, что мне это показалось, или же это фальшивки листовки, не поверила своим глазам. Но нет, деньги действительно там лежали. Я быстро закрыла дверцу ящика и, не придумав ничего лучшего, убежала домой. Дома я долго размышляла, чтобы это могло означать, и кто это сделал. В ту ночь я так и не уснула. Я перебирала различные варианты, кто бы это мог сделать, даже самые нелепые. И пришла к выводу, что это могли быть мошенники, а таких в нашем мире достаточно много. На следующий день я впервые в жизни взяла отгул с работы и решила пойти к гадалке. Потому что другого варианта у меня просто не было, и мне было очень страшно. Гадалка мне сказала, что деньги мне подкинула родственница по крови им. Почему-то сразу в голове мне пришла моя двоюродная сестра, и я грешу на нее. Но я бы на нее никогда и не подумала, ведь хоть мы и редко видимся, все же мы общаемся очень хорошо. И я бы не сказала, что она на такое способна. Гадалка предложила забрать деньги и перебросить все зло обратно на сестру, отдать ей. Я в свою очередь решила с ней больше не общаться, потому что, как оказалось, она настоящая змея, которая долго притворялась хорошей. Я даже раздумывала над тем, чтобы подбросить ей еще какую-то гадость, но поняла, что ей и своих проблем достаточно. Поэтому пусть с ними и разбирается. И мстить за такую недобрую вещь я не стала, ведь я была бы ничем не хуже ее. Гадалка мне посоветовала сходить в церковь и помолиться, ведь я брала эти деньги своими руками. Мало ли что. Я так и сделаю. И спасибо большое этой гадалке, иначе я не знаю даже, что со мной могло бы случиться, если бы не она. За сеанс заплатила тоже, кстати, немало. Вот и думаю, не дура ли я? На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.